23 февраля – любимый праздник мужчин. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, откуда появился этот важный праздник и почему его отмечают именно в феврале. В те времена этот праздник олицетворял победу под Псковом над германскими завоевателями. С 2002 года этот праздник уже называется День защитника Отечества и отмечается как выходной праздничный день. Причем он уже не привязывается никаким датам, никаким военным победам, никаким военным успехам. Это День защитника Отечества, в который мы вспоминаем, поздравляем, чествуем военнослужащих нынешней армии, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов различных локальных конфликтов, ветеранов вооруженных сил разного периода. Сегодня это профессиональный и любимый праздник всех мужчин, которые нас окружают. В этот день для солдат Славянской воинской части организовали тематическое мероприятие в Славянском историко-краеведческом музее. Сотрудники музея провели экскурсию по залам воинской славы, рассказали историю возникновения праздника, а также как развивался город Славянск-на-Кубани в разные годы. Сегодняшнее мероприятие непосредственно посвящено нашим землякам, славянцам, которые в годы Великой Отечественной войны защищали нашу территорию на разных фронтах войны. В этот день посетили музей не только приглашенные солдаты, но и жители нашего района. Юрий Мороз вместе с сыном Матвеем приехал из станицы Черноярковской специально для того, чтобы посетить музей. Молодой отец считает, что историю своей малой родины нужно начинать изучать с детства. Я привел ребенка сюда, чтобы он знал нашу историю, чтобы он знал, как жили раньше бабушки и дедушки, чем пользовались, как было тяжело, не то, что раньше, вернее, не то, что сейчас. Сейчас все готово. Есть тем более про нашу станицу Черноярковскую, там подробно описано, как строились, осушались, плавни, все это происходило. После исторического экскурса участники встречи кадеты, представители общественных организаций города возложили венок к вечному огню в сквере памяти.